Здравствуйте, друзья! Это продолжение рубрики «Ножи для леса» и сегодня речь пойдет о вот этом якутском ноже от компании «Байдамус». Поехали! Ножны на свободном подвесе кожаном, внутри есть вставка деревянная, в принципе, традиционные якутские ножны. Единственное, не знаю, есть ли в традиционных якутских ножнах вот такие вот заклепки, должны ли они быть. Вот этого я не знаю. И последняя заклепка, конечно, она сделана, мягко сказать, криба. С этой стороны и с этой, то есть она ушла куда-то. Но это ладно. Главное, чтобы все это держалось. Такой вот маленький ножик. Клинок всего лишь тут 90-миллиметровый. Там эпоксидка, видимо, или что-то. Клей. Оберег. Я померил толщину клинка. Она здесь 2,4 или 2,2 миллиметра. То есть клинок тоненький, но это считается как или детский, или женский ножик. То есть под мою руку он, ну, прям вот вообще впритык. 40Х13 сталь на клинке. Такой симпатичный, небольшой ножик. Показываю заточку ножа. Ветер немножко мешает. Вот. С вывертами, пожалуйста. Но здесь есть нюанс. Обычно я ничего не делаю с заточкой. То есть предпочитаю тестировать нож с заточкой от мастера, либо заводской заточкой. Здесь мне было интересно, как нож вообще режет. И я дома просто решил на бумажке его протестировать, посмотреть рез какой. И вы знаете, он был никакой. Поэтому я взял косточку керамическую, поправил его и потом на коже с пастой полирнул. Поэтому рез, который вы сейчас увидите, уже доведенный мной заточки. Это так, нюанс. Но поскольку он присутствует здесь, я решил вам об этом рассказать. Сравнивать нож якутский я буду с моим эталонным ножом Мора Бушкрафт Блэк Блэйд со скандиспусками. Что ж, посмотрим, как якутский нож строгает. Опа! Строгает хорошо, хорошо его наточил. Бодренько прям. Скандинавский спуск. Тоже классно. Определенно могу сказать, что рукояти вот этой мне не хватает. Она все-таки детская, женская, маленькая. То есть я мизинцем в полной мере не могу держать нож. Только пол мизинца лежат, остальное как-то подвешено непривычно. Но строгает нож замечательно, как вы сами видите. Здесь вот рукоять удобная. Поэтому тяжело сравнивать, когда одна рукоять удобная. Но клинок, мне кажется, конечно, входит не так хорошо за счет, опять же, толщины клинка. Все-таки здесь он тоньше у этого якута. И за счет у якут еще более высокого спуска. То есть вот сюда бы рукоять подлинней и пообъемней желательно еще. И цены бы этому ножу не было. Потому что режет он отменно. Отменно хорошо, изумительно. И по сучкам он их сострагивает. Прям очень нравится. Но маленькая рукоять. Сейчас попробуем немножко повырезать еще вот так вот. Так. Сканди возьму. Да, клинок у якута. Вот у этого он мне нравится больше, как режет. И это прям совершенно точно. Какую я выбрал. Сканди, а именно вот этот сканди, он, конечно, хорошо строгает. Но мне кажется, якут чуть поинтересней. Но здесь он выигрывает за счет удобной ручки. Потому что с такой рукоятью удобной можно приложиться к ножу. А вот здесь так не приложишься. А если бы вот можно было к нему приложиться, я уверен, что прям бомбический нож был бы. Нужно, конечно, больше нож. В плане рукояти так точно. А клинок вот мне нравится здесь небольшой. Потому что по дереву таким клинком работать одно удовольствие. Классный нож. И для вот ребенка, ну вот я и рекомендовал бы, да. Или для мужиков, у кого рука поменьше. Кому вот в самый раз будет такая ручка. Я думаю, обалденно. Для детей, в общем, для некрупной руки. Для женщин. Строгает песня. Приятный, принятный нож. Очень приятный. Да, вот так вот якутами поработаешь и вообще про сканди забудешь. Причем вот такими якутами. Тут, видите, спуски какие. Они не линза, в принципе, практически. Никакой линзы-то тут и нет. Так, может, подлинзован он. Но в основном, с одной стороны, он ровный. Ну и с другой, вот, тоже он прямой, фактически, спуск-то. Ну да. И угол здесь, конечно, небольшой. При том, что здесь есть РК. Вот ее видно. Одностороннее, с одной стороны. Строгает отменно. И вот этот нож, насколько я помню, на выставке вот он продавался 3,5 тысячи. За 3,5 тысячи. Да еще вот с ножнами. Честно говоря, внешне он смотрится как игрушка. Ну вот, как я это воспринял. Но поработав ножом этим, построгав, он мне уже кажется отнюдь не игрушкой, а очень эффективным инструментом. Таким ножом, я считаю, рубить это вообще глупость. Потому что он легкий, как пушинка. Что-то им раскалывать. Это не его работа. Его работа рез. Это резак. Он классно режет. Сейчас я попробую втружечек настрогать им. Посмотреть, как он в мелкой работе такой. Интересно. Да, но вот сразу могу сказать, в такой работе я люблю скандиспуски, потому что вот как стамеской, в принципе, снимается. То есть ты поставил и ведешь. Я к ним привык за больше, чем 10 лет. И для меня это прям очень удобно. К такому ножу я еще не привык. Но, уверяю вас, стоит им поработать чуть подольше. И когда я уже начинаю привыкать, ну вот, в принципе, то же самое. Но угол держать посложнее здесь. Его надо постоянно контролировать, чтобы он никуда не уходил. Вот, можно отщепить чего-нибудь, отколоть тоже. Да, вот такой вот маленький ножичек. Мне кажется, им рыбу распотрошить удобно будет. Опять же, ну, конечно, да, деревяшка здесь, но сталь-то не ржавеющая. Поэтому для рыбалки тоже вполне. Да и так что-то порезать. Конечно, по продуктам он немножко коротковат. Но если приспичит, можно и им это все сделать, в принципе. Вот для любителей почистить картошку, мне кажется, прям вот это. Я овощечистку предпочитаю, но есть любители. Мне кажется, они мешки картошки в лес с собой таскают и чистят ее, сидят там. Таких комментариев, ну, вот с десяток было по поводу именно картошки. Для меня, честно говоря, это смешно. Уж что-что. А с этим, по-моему, проблем никаких нет. Да, интересно. Интересно строгает нож. Ого! Конечно! Что я увлекся, у меня от этой палочки ничего не осталось. Кстати, вот когда так строгаете, надевайте перчатки обязательно. Потому что когда, вот только что, яркий был пример, отщепилась вот такая вот штучка. И когда вы до конца доходите, она вот сюда вот в руку вам бы и воткнулась. Вот она сломалась от перчатки, потому что перчатка кожаная. Не пренебрегайте техникой безопасности. Берегите руки, ну и все остальные части тела тоже, смотря что делаете. Потому что я вот раньше перчатками как-то не пользовался. И все время вот нужно думать, как себе руку поставить. Воткнется там что-то, не воткнется эта деревяшка. А с перчаткой все просто. Защитили руку и работаете. Вот. И даже если вот такая вот заноза огромная, она сюда раз, она не проткнет эту кожу, а вы уже тоже же не дураки становитесь. Ну вот. Классно. Классно режет. Вот такую вот кучу щепок. Стружек. Нож на строгал. Теперь мне нужно проверить заточку, потому что это все сухая деревяшка. И мне говорили прям там и на выставке в том числе, там другие мастерские, где вот якутские, что вот 40Х13 это молд для дерева ерунда. что чуть построгаешь, и она сядет. Сталь. Вот я хочу посмотреть. Вот я вроде построгал, так порезал. Села она или не села. Потому что, еще раз говорю, я ее не перетачивал. Я просто поправил ту заточку, которая была от мастера. Соответственно, кромку я не укреплял никак. Что с заточкой? Сейчас только очищу, то тут может что налипло на кромке. Да нет, вроде все ровно. Ну вот, мелкие какие-то спотыкания есть. Но я, честно говоря, не проверял ногтем до. Поэтому ничего не могу сказать конкретного. Так, режущая кромка вроде никуда не согнулась, ничего с ней такого не произошло. Так, прям каких-то спотыканий, таких вот на ноготь я не чувствую. Ну да, грязь просто какая-то, видимо, налипла. И в этом направлении он разрезает газету. А в этом направлении оно как-то там по волокнам, по-другому. В общем, так сложней. Не, нормально все, нормально. Уж не хуже моря это точно. Вот этой вот углеродки. В общем, 40К13 имеет право быть и даже использоваться вот в работе по дереву, в частности. Конечно, это не бог ведь что, да? Это сосна, не дуб какой-нибудь там. Но для маленького ножичка вполне себе хорошо он работает. Так, ну с огнивом-то вряд ли он, конечно, работает. Тут обух скруглен. Да, с огнивом, конечно, нет. Ну, с огнивом, зато вот этот нож может помочь. Сейчас я соберу здесь кучку и запалю это все дело. Так, ну ладно. Сейчас прям так кину эту кучу. Огнива-Про модель-Охотник. Огнива-Про это огонь. Угу. Разгорается. Ну что? Можно тут сказать. Нож вот этот от Байдамус мне в целом понравился. Конечно, не для моей руки рукоять. Интересно было бы испытать именно с рукоятью полноценной под мужскую руку. Ну, даже вот этот маленький ножик очень даже удачный, как я себе это вижу. Так что, друзья, пишите комментарии под видео, кто, может быть, пользовался ножами от Байдамус. Ваши впечатления, комментарии. В общем, поделитесь. Может, сравнивали их ножи с какими-то еще ножами. В общем, делитесь своими мнениями. Поскольку для тех, кто выбирает ножи, может быть, кто-то якутский нож хочет, я думаю, что информация может быть очень даже полезна. Увидимся на канале. Всем удачи, друзья!